Здравствуйте! В эфире «Земля и люди» – программа для жителей села и его окрестностей. У меня хорошая новость. Ну, хорошая, по крайней мере, для нашей программы. В Москве на выставке «Золотая осень» награждали не только аграриев, но и журналистов. Там подводились итоги всероссийского конкурса «Моя земля – Россия». На конкурс было подано 3000 журналистских работ. И вот в одной из номинаций, в частности, в номинации освещения спортивно-массовых мероприятий на селе, наша программа заняла второе место. В связи с этим хочу выразить благодарность героям всех наших программ. Ведь это именно благодаря вам, вашим делам мы добились таких успехов. Ну, а если быть более конкретным, то отдельные слова благодарности руководителю сельхозпредприятия имени Кирова Богородского района Павлу Александровичу Кондратьеву. Именно репортаж об этом руководителе и занял второе место на всероссийском конкурсе. И я думаю, сейчас будет правильным показать всем нашим зрителям именно этот самый репортаж. Сельхоз кооператив имени Кирова – обычный нижегородский колхоз. Даже в официальном названии хозяйства это слово присутствует – колхоз СПК имени Кирова. И живут здесь по-колхозному. В хорошем смысле этого слова. То есть все вместе, общиной. Сколько не предлагали местному председателю акционироваться и взять в свои руки контрольный пакет акций, он наотрез отказывается. И даже наоборот. Все имущественные паи колхоза собрал в единый неделимый колхозный фонд. И всеважные решения здесь принимает не он один, а правление или же общее колхозное собрание. Правильно это или нет, спорить по этому поводу можно долго. Но при этом колхоз имени Кирова в районе всегда в лидерах. И по надоям, и по поголовью на имеющиеся у них площадь сельхозугодий. Есть такой показатель в сельском хозяйстве. Здесь так же, как и везде, ломают голову, на какие шиши купить новую сельхозтехнику. И как бы успеть к посевной отремонтировать старую. Где подешевле купить удобрений и куда подороже продать молоко и зерно. Но вот уже 11 лет, в самом конце зимы, здесь в обязательном порядке проводят одно мероприятие. Теряевская лыжня. Официальное название этих соревнований. По названию деревня Теряева. Мы начинали помаленечку. У нас было 30-20 человек. Но постепенно мы приглашали с Нижнего Новгорода. А уже, ну, добрая молва бежит впереди. И поэтому у нас сегодня и Шатков, и Сосновского, и Кстова, с Нижнего, с Дзержинска. Вот. То есть география большая. И, ну, что нужно сказать. Лыжи – это такой вид. Если человек полюбил его, то он обязательно найдет время позаниматься. И особенно приехать на соревнования. Тем более здесь мы встречаем всегда очень хорошо. Что и накормим, и напоим, и призы, и грамоты. Все то, что... То есть... А сегодня вот и погода прекрасная. Вот прошлый год у нас мороз был, но все равно проводили. А сегодня вот вообще просто чудесные лыжные погоды. Здесь, на Теряевской лыжне, спортсмены всех возрастов. Самые младшие еще и в школу не ходят. Старшие давно уже на пенсии. Вон, смотрите, женщина-ветераны стартует, а. Ну, приятно посмотреть. Сегодня сюда, на Теряевскую лыжню, съезжаются ветераны лыжного спорта не только со всей Нижегородской области, но и со всего Приволжского федерального округа. Для них это повод вновь встретиться и вспомнить былые победы. Но здесь, на лыжне, не только ветераны, но и действующие спортсмены, и тренеры. Вот Анна Беченева, мастер спорта международного класса. В недавнем прошлом член сборной команды России. Эти теряевские соревнования она не пропускает. Мне очень нравится. Мне нравятся дети, как очень хорошо бегают. Нравится, что очень много маленьких детей, которые стремятся, которые прям с удовольствием, даже некоторые, я видела, как плачут, но все равно бегут до финиша. Мне очень нравится. Очень много ветеранов. Ветераны даже из Нижнего Новгорода, из Дзержинска, все сюда стремятся приехать, потому что там очень мало соревнований проводят. Сюда здесь, конечно, больше ветеранов. 120 участников, несколько сотен зрителей. И это всего лишь на 500 человек местного населения. Такой массовости может позавидовать любой город. Лыжня нормальная. Для меня, в принципе, это не первый гонг. И не последнее место. Победа Данилу Шестакову далась не случайно. Он все свободное время проводит на лыжах. Благо, зимой и есть где покататься. Меня подсадили на лыжи мой брат. Он тоже лыжами занимается. Один раз он меня отвел на эту секцию. И лыжи – это увлечение. В свободное время можно... Это радость. Когда нечего делать, покатаешься на лыжах, все хорошо. Всегда создается такой чудесный праздник. Всегда такое настроение замечательное. Всегда очень прям атмосфера великолепная. Всегда праздник. Всегда Олимпиада. Пускай это будет маленькое, пускай это будет даже мало. Но всегда создается вообще великолепный такой праздничек. Русико Турманидзе приехала в Теряево из Абхазии. Говорит, раньше лыжи в глаза не видела. А здесь встала на лыжню и пошла. Вот вы представляете, вот дети начали кататься, я никогда вот так мне захотелось. Позавидовала такой хорошей лыжне, лыжникам. Купила себе вот лыжи, встала и вот катаюсь, учусь, пробую, поддерживаю детей. Эти соревнования в первую очередь организованы для местного теряевского населения. Для школьников. С них все и начиналось. Вернее, начиналось это все с председателя колхоза. Он здесь и организатор, и учредитель, и спонсор, и вся прочая администрация. В первую очередь, я считаю, должен этим делом загореться руководитель. Если руководитель хочет что-то сделать доброе, всегда получится. Если не хочет, даже ссылаясь на то, что у меня там есть люди, которые, а сам не участвуют, не получится. Нужно заболеть этим душой самому. Сам Кондратьев этим делом заболел еще когда в ПТУ учился. Уже тогда он бегал по первому взрослому разряду. Но спортивная карьера не сложилась, потянула в сельское хозяйство. Но при этом о лыжах он не забыл. Чем сейчас в деревне можно заниматься, если нет у нас хорошего спортивного зала? Конечно, лыжи. Конечно, лыжи для детей, для взрослых. Это здоровье, это удовольствие. Ну и вот председателем уже работаю 25 лет будет в марте. Я неравнодушен к тому, чтобы дети, очень хочется, чтобы дети наши были здоровые, чтобы они получали заряд бодрости и общение главное. Но слова словами, желания желаниями, а для занятий спортом нужен инвентарь. Потому за счет колхоза купили местной школе 35 пар профессиональных беговых лыж, чтобы зимой на них уроки физкультуры проводить. Мы с удовольствием ходим заниматься. Мы на уроках всегда лыжня готовы. Дети все занимаются после уроков и на секции. Родители в выходные дни вместе выходят со своими детьми. На все соревнования вместе. Не то, что заняться нечем, но в свободное время где в деревне проводить? Вот все идем на лыжню. Да, теперь лыжи, купленные для школы, и после уроков, и в выходные не простаивают. Кроме уроков физкультуры, здесь, в Теряеве, действуют лыжные секции. Специально для этого председатель принял на работу в колхоз тренера, который теперь и занимает свободное время местных мальчишек и девчонок. А трассу для тренировок и соревнований готовит сам председатель. Я имел неосторожность 10 лет назад купить у участников тут буран. Именно только для этих целей. Я не охотник, именно только для целей, чтобы делать классные лыжные трассы. Ну и вот сам отвлечься и снять какую-то нагрузку. Я считаю это своим хобби. Кто там на рыбалку, кто на охоту. А я сажусь на буран и еду вот сюда накатывать эти трассы. И когда вижу, что за мной едут наши дети, да с родителями, у меня просто сердце радуется и душа поет, что я это делаю не зря. Часть инвентаря местные умельцы изготовили. Чего ж зря деньги тратить, если самим под силу. Тем более для своих же детей стараются. Это вот укатывает снег. Когда лыжня выровнена, снегу выпало и этим проехал. Он прикатывается хорошо. Когда лыжня неровная, я вот этой бураной выравниваю. А потом вот этой лукой закатываю. Ну и два плуга. Это легонький, вот для массовых стартов. А тот тяжелый основную лыжью нарезает. Это вот все сделали умельцы на нашей мастерской. В общем, всех местных детей председатель на лыжи поставил. Потом принялся за их родителей. Самое сложное не детей привлечь, а родителей убедить, чтобы дети были здоровыми, они должны заниматься спортом. Каким им нравится. Ну а, конечно, в деревне иметь условия не заниматься лыжами, я считаю, что это далеко и неправильно. Поэтому стараемся, чтобы максимум детей и родителей катались на лыжах. Тут уже и административный ресурс в ход пошел. Всем главным специалистам хозяйства также за счет колхоза были куплены лыжи. А четверг распоряжением председателя был объявлен Днем здоровья. Так что послеобеденные колхозные летучки стали проходить на лыжне. У нас занятия добровольные, но иногда и принудительные. Иногда приходится и власть применить, потому что, зная нагрузку, какую сегодня несут главные специалисты, и все специалисты, нужна разрядка. И нужен какой-то день такой, где бы можно и забыться, и хотя бы подышать свежим воздухом, посмотреть на природу, и для себя какой-то час использовать. Конечно, это, ну, немножко народ как-то вот требует какого-то, ну, если прикажешь там или скажешь, что сегодня ведем, они еще, а добровольно, ну, вечером там кто-то покататься, выходные самые, вот, конечно, вот это надо принуждать. Потому что, ну, сами мы знаем, что как сегодня все это непросто, и лекарства, и лечения, и болезни. А здесь подышал часочек, вроде как есть и повеселее. Я говорю, сегодня по приказу в три часа все на лыжи. Они смеются, вот, ну, в основном больше, конечно, слушают. Ну, а что касается ежегодных соревнований, тут уж никого заставлять не надо. Все Теряева здесь, на лыжне, ну, или среди болельщиков. Ведь это стимул для местных жителей. На людей посмотреть, которые сюда со всей области съезжаются, себя показать, чего за год достигли. Ну, и обсуждение планов на предстоящий спортивный сезон. Этот праздник проводим не для галочки, там провели, а делаем, чтобы это был праздник для людей, для наших, главное, для детей. Вот, организуем мы горячее питание после стартов, награждам всех 42, сегодня 42 будет награжденных, кроме еще малышей, вот, все, кто стартовал сегодня на эти два круга, на маленький по стадиону, они все получат по шоколадке, они ждут, ну, и, конечно, победители получат медали. А мечтает председатель колхоза о том, чтобы эта теряевская лыжня кому-то из этих мальчишек и девчонок дала старт к олимпийскому золоту. Вот такая мечта у председателя самого обычного нижегородского колхоза, где каждый день одни заботы. На какие шиши купить новую сельхозтехнику, куда подороже продать молоко и зерно, и подешевле купить удобрения, да как бы успеть к посевной подготовиться. Еще раз повторю, этот репортаж, который вы сейчас видели, стал призером всероссийского конкурса «Моя земля, Россия». Ну, а мы продолжаем программу. Вот какую технику обычно покупают сельхозпредприятия? Сеялки, плуги, бороны, комбайны, тракторы. А вот в сельхозпредприятия Семьянская и Воротынского района к этому набору добавили еще пушки, танки и самолеты. Зачем мирному колхозу вооружаться? Об этом сразу после рекламы. Продолжаем программу. На днях стал свидетелем необычной покупки. Колхоз купил пушки, четыре гаубицы. Зачем сельхозпредприятию вооружаться? Об этом в нашем репортаже. Идея вооружиться пришла в голову местному председателю уже давно. Хотя начиналось все с мирной техники. Вот с этих двух тракторов, которые в колхозе поставили на постамент лет 20 назад. Еще тогда председатель задумал создать в селе аллею трудовой славы. А потом по случаю купил самолет. Установил его около школы. И как-то само собой пришло решение создать целый парк боевой и трудовой славы. Чтобы увековечить подвиг наших дедов, прадедов, отцов. Вот мы идем по дороге жизни. Мы теряем этих людей. Их больно терять. Трудно осознавать. Что больше никогда не увидим, не услышим, не обнимем. И вот когда эти люди уходят, как будто теряющие частичку собственного я. Из этой боли, из этого сожаления возрастает такое чувство, чтобы сохранить об них память. Рассказать людям, которые их не знали. Вот со временем это чувство перерастает в долг. Перед собой, перед памятью, перед совестью. Все эти годы Авдеев собирал старую технику. Как колхозную, так и военную. Где-то пушку выпросил, где-то разведывательно-десантную машину. Местные умельцы старый газик переделали во фронтовой Виллес. Нашли даже фронтовой М-72 42-го года выпуска. В общем, начали в колхозе полное вооружение. Вы видите взгляды взрослые, люди крутят, вертят. А подумают, что об детях. Какое у них впечатление. Мы же, когда были маленькие, мы тоже окопы копали, делали пулеметы. Все из дерева. Нам это интересно было. Надо их зарядить этим делом, молодежь. Потому что сейчас много не того дел, что должны делать. Я думаю, это их с мертвой точки стронет. Заденет их за сердце, за душу заденет. Любого человека. Представляете наше состояние, как мы сейчас эти пушки. Мы радуемся, как дети вот этой техники. Справедливости ради скажу, что без районной власти никакие пушки купить хозяйству не удалось бы. Но кто же продаст военную технику, пусть даже списанную, частнику? В соответствии с мероприятиями по празднованию 70-летия Победы, Великой Победы в Отечественной войне 1941-1945 года, администрации были поданы заявки на демилитаризованное оружие. Вот. Мы, честно говоря, даже и сами не надеялись и не думали, что у нас все это получится. Но получилось так, что написали на целую батарею наряд, на четыре пушки. И все у нас вышло. Благодаря руководству акционерного общества Семьянская сегодня техника доставлена, техника здесь. Ну и в дальнейшем мы ее, дабы не забывать память наших дедов, установим так, чтобы могли на нее смотреть, по ним как-то на них играть, лазить и проникаться духом патриотизма наши дети, ну и все жители, соответственно. В общем, всем миром эти экспонаты добывали. Местные жители тоже не остались в стороне. Сельский предприниматель Алексей Егоров сам предложил директору свои услуги. На своей собственной машине за свой счет съездил за Урал в воинскую часть и привез эту боевую технику в родное село. По стечению обстоятельств, одна из этих пушек оказалась 41-го года выпуска, а другая — 45-го. Мы поставим одну слева, значит, 41-й год начала войны. Слева от чего? Слева от обелиска погибшим. Справа — 45-го года окончания войны. Это будет символизировать начало окончания войны. На них прямо выбито год выпуска — 41-й и 45-й. Обелиск в памяти погибших в Великой Отечественной войне был открыт 9 мая 2015 года. Он стал первым объектом в парке боевой и трудовой славы села. Будущей весной свое место в этом парке займет и боевая техника. С весны к 9 мая мы этот парк будем уже пополнять как положено, и чтобы он оправдывал свое название трудовой и воинской славы. Как планируем еще открыть на 9 мая памятник на Тружникам тыла. Здесь же где-то на этой площади? Да, да, на этой территории, чуть подальше. У нас же есть план. Это всего как бы 3 гектара площади. Вот на этой 3 гектара у нас место, где у нас есть место памятника. Тружковой склон. План такой, дай бог, чтобы они участвились. Но движение уже идет. И техника поступает уже, большое дело. Мы сделаем ее как филиал Нижегородского парка Победы. Вот зоты, доты-1 в Капаниру пушку закопаем. Это мы уже сделаем около школы. Обязательно. Мы продолжим это дело. Но не только боевой техникой пополняется село. Рядом с пушками я увидел новенький детский городок, который тоже буквально на днях привезли в Семьяны. У нас как бы вот планируется небольшая детская площадка вот в парке, когда он будет запущен. А это детская площадка вот на новую улицу, которую построили. У нас в основном там молодежь. То есть и детей очень много. Ну а патриотическое воспитание в селе планируют продолжать. У нас есть наработки уже по граду. Желание огромный танк никак мы не можем. Даже не Т-34, современный хотя бы приобрести. И мы это будем продолжать постоянно делать. Потому что у меня единственное желание увидеть вот эту боевую технику только на пьедесталах. В общем, если у вас есть на продажу танк, пушка, самолет или какая другая военная техника по сходной цене, а может и просто в подарок для хорошего дела, звоните в Семьяны. Здесь этой технике будет самое место. Говорят, дело у время, потехе час. Самое время себя потешить. Рубрика «Клуб» в нашем эфире. Деревенька моя, родная, Ах, как мне обидно до слез, Что я распрощался с тобою, Что наш развалился колхоз. Весною в деревню откроешь окошко, А запах сирени в окно. Когда-то в деревне играла гармошка, Ах, как это было давно. И жили-то года мы неплохо, Считала кукушка года. В деревне играла гармошка, Так думали, будет всегда. В поля зарастают бурьяном, Но нет в этом нашей вины. В деревне гармошка теперь не играет, Зато там полно тишины. Дома уж давно покосились, Забыли хозяев своих. Бог дал нам, ребята, Чтоб мы возродили гармошку В деревнях родных. Если гармошка играет, Значит, Россия живет. Если гармошка, гармошка играет, То матушка Русь не умрет. Если гармошка, гармошка играет, То матушка Русь не умрет. Это все, о чем мы сегодня хотели вам рассказать. Мы, как всегда, встретимся с вами через неделю. И, как всегда, будем говорить о жизни. О простой деревенской жизни, без прикрасов. Увидимся. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok